Друзья, хочу рассказать вам в примере, это новинка от Рублев, кисть Блюр. Посмотрим, как она работает. Я применяю ее для мягких градиентов, для растушевки. Эта веерная кисть, как никакая другая, отлично справляется с задачей мягкой растушевки. Я применяю этот прием, когда мне необходим плавный переход цвета, как например на этой розе, или в портрете. Эти кисти могут помочь исправить неудачные моменты в акварели, как например здесь, на фоне. Если бы у меня раньше была такая кисть, я бы спасла эту работу, когда писала ее. Продолжим знакомиться с кистью, еще она может делать непревзойденные брызги. Взгляните, как равномерно они распределяются. Для сравнения, круглой кистью получаются вот такие. А это прототипы кисти блюр. Для того, чтобы она соответствовала всем свойствам, была отобрана синтетика двух видов. Жесткая, которая удерживает форму и делает растушевку. И мягкая, которая хорошо держит воду. А еще такой кистью вы можете делать эффектные отпечатки, создавать фактуры. Давайте напишем небольшой сюжет с использованием новинки. Беру блюр и сглаживаю переходы. Добавим брызги водой. Этот прием можно использовать для изображения звезд, снежинок и так далее. И добавим отпечатки, имитирующие очертания леса. Будем считать, зарисовка готова. Напишите, какое свойство кисти вам понравилось больше всего. Кстати, она будет доступна в двух размерах. Номер 10 и 5. Для больших площадей и поменьше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!